Тейк-Уэй Филмс представляет Море жизни Море зовет нас и манит. Невозможно противиться его притяжению. Ведь наша связь с водной стихией гораздо крепче, чем кажется. Прошлое море – это наше прошлое, это история всей биосферы. Будущее человечества напрямую зависит от состояния моря, ибо все живое вышло из морской воды. Все мы – дети моря. Примерно 3,5 миллиарда лет назад сформировалась атмосфера Земли, и в Мировом океане появились первые живые организмы. Море было и остается источником жизни, пищи, лекарств и энергии. Мы думали, что морские богатства неисчерпаемы, но это не так. За последние десятилетия человечество поставило под угрозу жизнь подводного мира, и уже не только ученым очевидна хрупкость этой жизни. Необходимо кардинально изменить отношение к потреблению природных ресурсов и дать биологическим видам время на восстановление. Во-первых, нужно принимать меры по контролю объема вылова рыбы. Во-вторых, важно осознавать, что море больше не может служить свалкой отходов для миллионов людей. Вода занимает две трети поверхности нашей планеты. При этом значительная часть суши представляет собой пустынную территорию, где животные появляются только в периоды миграции. Почти все морские организмы обитают в неглубоких районах, доступных для солнечного света. Даже для рыб свет жизненно важен. Изучение подводного мира – увлекательная, но невероятно сложная задача. Так было всегда. Во все времена тайны морских глубин притягивали искателей приключений. И все же им удалось исследовать лишь малую часть мирового океана. Эта живописная водная вселенная является домом для миллионов живых организмов, обеспечивающих непрерывность пищевой цепи. Все обитающие здесь биологические виды важны для существования огромной экосистемы. Но многие из них могут исчезнуть. Это реальная угроза. И некоторые страны уже принимают эффективные меры, чтобы избежать экологической катастрофы. Островные государства отреагировали на первые признаки опасности и пытаются сохранить отдельные популяции морских обитателей и целые экосистемы, попавшие в сложное положение. Там, где действуют законы о защите окружающей среды, появились охраняемые зоны. При надлежащем соблюдении таких законов, обширные территории становятся заповедниками, идеальным местом для восстановления флоры и фауны. Республика Палау в Тихом океане служит примером для всего мира в плане бережного управления морскими ресурсами. В составе архипелага Палау, относящегося к микронезии, более 300 вулканических островов. Это роскошный сад на воде. Местные жители доказали, что защита окружающей среды может приносить прибыль. Методы экологического контроля применяются здесь в рыбной ловле и использовании природных богатств. Именно по этой причине жизнь на островах бьет ключом. На земле мало мест, где дары моря столь же изобильны и разнообразны. Редактор субтитров А.Семкин Тропические воды Палау представляют собой сбалансированную экосистему. В этой окружающей среде прекрасно чувствуют себя коралловые полипы. Яркое свидетельство тому – буйно растущие горгонарии. Изящные венчики щупалец, похожие на восточные опахала, колышутся под воздействием течений. Обычно эти роговые кораллы образуют колонии в донных скалах и при благоприятных условиях вырастают до двух метров. Такой же длины порой достигают и морские бичи из отряда черных кораллов. Они всегда в движении. А Гориция, напротив, совершенно неподвижна и состоит из колоний, похожих на листья салата. Побережье этого острова в Микронезии облюбовали морские дьяволы. Они посещают здесь подводные салоны красоты, чтобы избавиться от паразитов. Это работа для крошечных губанчиков. Маленькие, но очень трудолюбивые рыбки терпеливо чистят огромных скатов. Морские дьяволы приплывают в эти воды еще и для того, чтобы полакомиться планктоном. Планктон обитает близко к поверхности моря, и во время еды скатам приходится совершать замысловатые маневры. Эти легендарные гиганты живут около 50 лет. Период беременности у самок длится почти 12 месяцев, поэтому они производят мало потомства на протяжении всей жизни. И неконтролируемый вылов рыбы в местах обитания морских дьяволов может быстро снизить численность их популяции. Озеро Медуз Медуз – истинное чудо природы и еще одна достопримечательность Палау. Расположенное среди лесистых гор Непроточное озеро не связано с морем и много столетий находится в изоляции. Здесь обитают миллионы медуз. Они совершенно безобидны. У них не развелись трикательные клетки, поскольку в этом не было необходимости. Это золотые медузы. Их желеобразные тела имеют форму колокола. Они получают питательные вещества из солнечного света и зоопланктона. Золотые медузы прекрасно приспособились к окружающей среде. У этого уникального озера нет аналогов в мире. В 2012 году оно было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Республика Палау осуществляет крупные проекты по защите акул. Вылов этих рыб запрещен. И карается крупными штрафами. Действующие меры контроля уже приносят результаты. В прибрежных водах островов постоянно обитает огромное количество акул. Практически нигде в мире такого больше не увидишь. Эти подводные хищники чрезвычайно важны для поддержания баланса экосистемы. Из-за фильмов, в которых они охотятся на людей, беспечно отдыхающих на пляже, акулы заработали репутацию безжалостных убийц. Это совсем не так. Как правило, если акул не провоцировать, они не нападают. Существует более трехсот видов акул, и большинство из них находятся на грани вымирания. Их исчезновение нанесет невосполнимый урон биоразнообразию планеты. Миллионы акул умирают каждый год. Тысячи – каждый день. Статистика говорит сама за себя. Данные публикуются постоянно, но мало что делается для защиты популяции. Акулы сумели выжить в неблагоприятных природных условиях, однако в современном мире они проигрывают в борьбе с человеком. Акул убивают ради незаконной торговли их плавниками. Это основная причина, по которой их вылавливают бесконтрольно и в огромных количествах. Именно поэтому их численность стремительно сокращается. Если львы – цари зверей, то акулы – владычицы подводных джунглей. Они величественны и прекрасны. Акулы живут на планете более 350 миллионов лет. В Микронезии и на многих других островах Тихого океана древние цивилизации считали акул священными животными. В Национальном парке-музее в Короре, столице Палау, на стенах старинных жилищ можно увидеть свидетельство того, что акулы играли важную роль в культурной традиции островитян. Австралия – еще одна страна с богатой морской экосистемой. Австралийский большой барьерный риф считается самой крупной грядой коралловых рифов на планете. Это и национальный парк, и объект всемирного наследия. Такой статус свидетельствует о политике бережного сохранения природы. Мы в царстве уникального биологического разнообразия, месте обитания многочисленных представителей морской флоры и фауны. Протяженность большого барьерного рифа – 2600 километров. Вдоль него плавают 1800 видов рыб, всевозможных форм, цветов и размеров. Здесь можно встретить более 5000 видов различных моллюсков и ракообразных. Впечатляет и количество кораллов. Более 400 разновидностей. Твердые, мягкие. И все они являют невероятное буйство красок. Большой барьерный риф состоит из тысяч колоний кораллов, чрезвычайно важных для океанической экосистемы. Кораллы живут в симбиозе с морскими водорослями. Микроскопические водоросли обеспечивают кораллы пищей. В свою очередь, кораллы предоставляют водорослям защиту. Хотя колония кораллов может выглядеть как единый организм, в действительности она состоит из множества многоклеточных организмов, которые называются полипами. Когда сотни колоний полипов вырастают на одном участке в тесном соседстве, они образуют риф. Кораллы могут быть твердыми или мягкими. Это зависит от наличия или отсутствия скелета. Мягкие кораллы колышутся, повинуясь течению. Твердые кораллы неподвижны. Они похожи на фантастические скалы. А это мозговой коралл из-под класса шестилучевых. К сожалению, эти чудесные творения природы прихотливы и хрупкие. Даже те, что обладают карбонатным скелетом. Для выживания им необходимо тепло, свет и чистая вода. Поэтому они растут в тропических морях. Сегодня их главный враг – изменение климата. Глобальное потепление заметно и на Большом барьерном рифе. А кораллы очень чувствительны к температурным колебаниям, происходящим в океане. В результате коралловые полипы страдают от болезни «белая чума», которая может привести к их гибели. В Австралии действуют проекты по контролю вылова рыбы и соблюдению правил морского судоходства. Но бороться с последствиями климатических изменений невозможно. Кораллы – это тысячелетние образования. Они представляют собой особые экосистемы, которые зависят от мелких видов рыб. Эти неугомонные причудливые создания окрашены во все цвета радуги. Есть даже прозрачные рыбки. Например, стеклянный окунь. Прозрачность ему нужна для маскировки и защиты от хищников. Эти рыбы не любят одиночество, поэтому всегда передвигаются косяками. Более крупная рыба живет за счет мелкой. Рядом с этими рифами можно встретить представителей таких уникальных видов, как рыбоединорог. У самцов рог, расположенный на голове, больше, чем у самок. Это огромные косяки сладкогубов. Их особенно много у большого барьерного рифа. Едва ли где-то еще можно наблюдать их в таком количестве. Организованные стаи морского окуня приплывают к рифу, чтобы полакомиться другими рыбами и ракообразными. Большой барьерный риф – уникальное природное сокровище, но здесь есть и много искусственных рифов. Недалеко от берега на дне лежит огромный затонувший корабль. Йонгала. Он наполнен жизнью. Это самые знаменитые обломки кораблекрушения. Когда-то пароход Йонгала перевозил пассажиров и грузы. В 1911 году, внезапно попав в тропический циклон, судно затонуло на глубине 30 метров. В течение десятилетий исчезновение Йонгалы было загадкой. И только в 1958 году его обнаружили дайверы. Сегодня останки затонувшего корабля – роскошный дворец для тропических рыб. Здесь всегда царит оживление. Коралла Мьонгала также приглянулась как место постоянного проживания. И они почти полностью колонизировали ее. Коралловые колонии покрывают весь корабельный корпус длиной 107 метров и служат надежным пристанищем для многих морских созданий. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь встречаются и такие невероятные существа, как морские змеи. Они похожи на своих сухопутных сородичей и бывают смертельно ядовитыми. Морская змея поднимается к поверхности, чтобы подышать. Йонгала – настоящий рай для акул. Акула-нянька почти всегда плавает поблизости, надеясь поймать добычу. Морская черепаха обожает прогуливаться по безмолвному саду среди металлических конструкций. Для морских акуней это тоже любимое занятие. Рыба-Наполеон ведет себя, как истинный капитан корабля. Беспрерывно сноют стайки самых разных рыбок. Йонгала – на редкость густонаселенный корабль. С годами искусственные рифы превращаются в целые подводные города. Фрагменты затонувших самолетов и судов со временем становятся подводными общежитиями. Вторая мировая война оставила следы и в глубинах Тихого океана. Но теперь это территория жизни. Останки затонувших кораблей служат прибежищем морским обитателям. Но помимо этого, они представляют большой интерес для дайверов. Загадочные корабли, ушедшие на дно десятки и сотни лет назад, привлекают множество любителей подводного плавания. В южной части Тихого океана, у берегов островов Фиджи, сохранилась древняя экосистема – заповедный уголок, почти не тронутый временем. Первозданная дикая природа вдали от шума и суеты. Здесь царит атмосфера спокойствия и безмятежности. Сюда не долетают даже отголоски суматошной, наполненной стрессами жизни больших городов. Жители архипелага, особенно рыбаки, принимают активное участие в программах по сохранению драгоценного разнообразия флоры и фауны. Они участвуют в международных проектах, направленных на спасение океана, потому что от этого зависит их будущее. Окрестности Фиджи – идеальная среда обитания для мягких кораллов. Риф Астролябия, расположенный рядом с архипелагом, можно назвать столицей огромной колонии. Подводные райские кущи кажутся миром фантазий, сказочной страной, разноцветным волшебным сном. Дно океана в этом районе покрыто фантастическими лесами, которые можно сравнить с тропическими джунглями. Антиасы – главные обитатели колонии кораллов этого вида. Маленькие яркие рыбки резвятся в теплой воде. Кажется, что они все время танцуют. Типичная окраска антиаса – пурпурная или красная. Тысячи рыбок выделяются на фоне синевой. Робкие создания прячутся в кораллах. Например, этот пескарь. Или этот маленький краб. На архипелаге Фиджи много сюрпризов. Пролив Сому-Сому рядом с островом Тавиуни хранит экзотическую тайну. Мало кто знает, что здесь происходит. Нужно проплыть через несколько пещер, населенных коралловыми полипами, чтобы добраться до заветного места. Скала, уходящая на 60 метров в глубину, полностью покрыта мягкими кораллами. Похоже на крутой косогор, поросший причудливыми луговыми травами. Он меняет облик в зависимости от течений. Время от времени полипы под напором воды вытягивают щупальца. И словно по волшебству, косогор окрашивается в белый цвет, будто припорошенный снегом. Больше нигде в мире, ни на одном коралловом рифе нельзя увидеть ничего подобного. С наступлением ночи море открывает новые тайны, не менее удивительные. Ночью цвет кораллов полностью меняется. В этом случае полипы расправляют щупальца не из-за течения. Они ловят пищу. Кораллы превращаются в движущиеся скульптуры, становятся изысканными произведениями искусства. В этот раз рыба-крокодил проснулась голодной. Впрочем, она всегда готова к охоте. Рыба-попугай, чтобы спокойно поспать, создает из слизи кокон, который предохраняет ее от опасности. А этот кальмар так нарядно разоделся, как будто приманивает хищников. Грибневик, неуловимый как призрак, умеет становиться невидимым. Галатурии или морские огурцы очень чувствительны к свету. Поэтому ночь для них – самое подходящее время, чтобы немного размяться и подкрепиться. Они не упускают из виду ничего, что может стать добычей. Кажется, что Галатурии попали сюда из других миров или из очень далекого прошлого. Одно из древнейших животных на Земле – морская черепаха. На Сипадане в Малайзии принимаются серьезные меры для их защиты. Здесь действует специальная программа наблюдения за морскими черепахами. Сипадан – это крошечный островок рядом с Борнео. На его берегах созданы необходимые условия для того, чтобы черепахи могли размножаться. Это крайне важно, поскольку вид находится под угрозой исчезновения. Постоянное опустошение черепашьих гнезд стало настоящим бедствием для этих животных. Новое поколение просто не успевает вырасти. Каждый год на пляжах воруют или уничтожают миллионы яиц. Не только разорение гнезд, но и загрязнение окружающей среды и бесконтрольный вылов рыбы могут привести к вымиранию морских черепах. Они существуют на Земле много тысячелетий и живут в среднем до 75 лет. Черепахи – необыкновенные создания, наделенные выдающейся способностью ориентироваться. Чтобы отложить яйца, они возвращаются на тот же самый пляж, где появились на свет. Черепахи отправляются в долгое одинокое плавание и запоминают маршрут. Вероятно, тут действует особый инстинкт. Они проводят жизнь в воде, но яйца откладывают на суше. Это происходит ночью. Черепахи выходят на берег и старательно строят гнездо в песке. Они работают медленно, орудуя ластами, как маленькими землечерпалками. И при этом совершают титанические усилия. Когда они чувствуют, что гнездо готово, что оно достаточно глубокое и безопасное, наступает момент кладки. Самки откладывают от 60 до 150 круглых белых яиц. После этого они засыпают гнездо песком, чтобы защитить потомство. И возвращаются в море. На Сипадане есть кладбище-черепах. Оно называется Черепашья пещера и расположено у самого берега на глубине около 18 метров. Вход достаточно широкий, но пробраться внутрь по узкому лазу не так-то просто. Черепахи могут попасть в пещеру, но выбраться обратно им, похоже, не удается. Они оказываются в западне и погибают без воздуха. Повсюду кости черепах, нашедших здесь последнее пристанище. Эта пещера была обнаружена во время подводных исследований в 1984 году. Но что влечет морских черепах в смертельную ловушку, до сих пор неизвестно. Снаружи все по-другому. Рыбы-ласточки и рыбы-ангелы создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Стаи шишколобых рыб-попугаев подобны стадам водяных буйволов. У них очень важная миссия. Питаясь коралловыми полипами, эти рыбы измельчают их скелет острыми зубами. В результате песок на прекрасных туристических пляжах отчасти состоит из крупинок кораллов. Сипадан — единственный океанический остров в Малайзии. В его прибрежных водах обитает несметное количество черепах и морских рыб. Такое обилие жизни свидетельствует о гармонии в природе. КОНЕЦ Малукские острова и остров Сулавеси в Индонезии славятся самыми роскошными рифами. В этой части планеты ученые постоянно обнаруживают новые биологические виды. Острова расположены в районе, который называют Коралловым треугольником. Это территория с самым богатым видовым разнообразием кораллов в мире. Настоящая природная лаборатория. Здесь обитает почти две тысячи известных видов. Биологи приступили к решению сложной и интересной задачи — исследованию вот в этой части Юго-Восточной Азии. Всегда есть место открытиям. КОНЕЦ В начале 80-х годов правительство Индонезии при поддержке международных организаций создало морские и наземные заповедники с целью защиты окружающей среды, управления природными ресурсами и реализации экологических образовательных программ для населения. Однако природных ресурсов к тому времени осталось совсем мало. Регион страдает от последствий варварских способов вылова рыбы, которые использовали индонезийские рыбаки. Они применяли самодельную взрывчатую смесь, изготовленную из нитратных удобрений. Результатом были страшные разрушения. Маленькие бутылки со взрывчаткой уничтожали огромные участки коралловых колоний. Даже ковровая акула не защищена от опасности. Ее популяция в этих водах значительно уменьшилась. Тело ковровой акулы отлично приспособлено для маскировки в среде обитания. Усики вокруг рта похожи на морские водоросли. В Индонезии обитают популярные у аквариумистов рыбы-клоуны. Хотя все представители этого рода рифовых рыб похожи между собой, существует большое разнообразие их видов. Рыбы-клоуны поддерживают дружеские отношения с актиниями. Они оживленно снуют между щупальцами коралловых полипов, которые обеспечивают этим рыбкам защиту. Не менее широко здесь представлены ракообразные. Самые необычные из них – раки-богомолы. Вот белая особь. Также очень много разноцветных видов. Ракообразные различаются не только по окрасу, но и по форме и функции клешней. Есть прозрачные, такие как эта креветка. Ее родственники – анимоновая креветка, креветка-боксер, креветка-балерина. Ракообразные – настоящее лакомство для других обитателей моря. Гигантские тридакны – моллюски, достигающие одного метра в ширину. Их осталось очень мало. Вид находится на грани исчезновения. Индонезия – дом для множества удивительных созданий. Здесь живут морские ежи, которых трудно не заметить. Рыбы с ярким окрасом. Рыбы, способные умело маскироваться. Рыбы, похожие на листья. Рыбы-иглы. Синие каракатицы. Фарфоровые крабы. Рыбы-флейты. Морские коньки-отшельники. Морские звезды. Снежные мурены. Ленточные мурены. Ринопиас, больше известный как кружевная рыба-скорпион, обитает по соседству. Он водится только в теплых водах Папуа-Новой Гвинеи. В Гаргонарии прячется карликовый морской конек. Его длина меньше одного сантиметра. У представителей семейства клоуновых на спинном плавнике есть отросток, так называемое удилище, с приманкой для других рыб. Мандаринка щеголяет в изысканном наряде с необычным узором. Морское дно – вотчина голожаберных моллюсков. Они, как и другие отряды животных, представлены здесь множеством видов. У голожаберных моллюсков нет панциря. Они уязвимы и поэтому осторожны. На нашей голубой планете еще остались райские островки, демонстрирующие жизненную активность, баланс и красоту морской флоры и фауны. Эти места свидетельствуют о том, что люди бережно относятся к сохранению природных условий, необходимых для выживания океанских экосистем. Они позволяют нам любоваться подводными чудесами природы. Большой барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии представляет собой богатейшую экосистему. Республика Фиджи в южной части Тихого океана стоит на страже своих подводных владений. Палау в Микронезии мировой лидер в сфере сохранения окружающей среды. На острове Сипадан в Малайзии делается все для защиты морских черепах. Малукский архипелаг и остров Сулавеси – царство биологического разнообразия. Невероятное количество воды, которое нас окружает, это море жизни. С ним связано прошлое всего человечества, и от него зависит наше будущее. Жизнь в море всегда возрождается, потому что природа мудра. Но мы должны осознавать, что не следует нарушать равновесие, которое соблюдают другие биологические виды. Необходимо изучать и сохранять богатство нашей планеты. потому что все мы хотим сберечь этот прекрасный мир для наших потомков. Режиссер и автор сценария Моника Гонсалес Оператор и продюсер Даниэль Родригес Музыка Каэла Дель Рио Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура Каэла Дель Родригес Редактор субтитров А.Семкин